Йо-йо-йо, здорово! С вами Диман Масл, и это S21 Ultra на One UI 4.0, основанный на 12-м андроиде. И все изменения, что я заметил, это сведения ОПО Android 12. Это неплохо. Но в реальном использовании это ни о чем, скажу я вам. Ну блин, ну яркость стала широкой полоской. Не принципиально вообще, если честно. По этим иконкам доступ к камере, доступ к микрофону стало можно отключать. Чуть лучше конфиденциальность, смотреть какое приложение, сколько использовала микрофон, как долго. Ну в принципе это неплохо, будете ли вы с этим заморачиваться, я даже не знаю. В камере появились вместо елочек циферки. Сдуреть изменения, если честно, фоткать она лучше не стала. Какие там циферки были, я и так знаю, мог по елочкам прекрасно ориентироваться. Следующий момент, появилось растяжение. Вот так, когда вы листаете какую-то страницу, видите, внизу есть чуть-чуть такой... То есть мы листаем список, он упирается, уперся, дальше листаться не может. И он чуть-чуть растягивается, видите, оп, плохо, да? Но это есть, это есть. То есть это такое нововведение. Вот вконтакте это видно немного лучше. Хоп, видите, есть легкое растяжение страницы. Но при этом в сообщениях это почему-то не работает, здесь нет никакого растяжения. То есть так себе реализация, хочу я вам сказать. Улучшились стикеры в клавиатуре, ну пипец, блин. Теперь мы можем здесь их создавать, мы можем их комбинировать, добавлять, выбирать какую-то анимацию. Непонятно, блин, какую, кому это вообще надо. Ну, допустим, такую, отправлять. И что, отправляется тупо гифка, которая выглядит вот так, которую надо открывать. Оу, это очень полезно, конечно, да, я просто в восторге. Эти все приложения как закрываются, так и закрываются. Тут у нас ничего нового, собственно говоря. Если мы запускаем какое-то приложение, на секунду, видите, в центре появился значок андроида. То есть теперь при запуске каких-то приложений появляется значок андроидика. Шрифты стали немножечко другие в этом сервисном меню, что вообще, если честно, не принципиально. Это все, что я заметил, если честно. Это все, да. Но давайте посмотрим, что еще говорит нам Samsung. Палитра цветов подстраивается под обои. Но я не хочу, чтобы у меня вот эта шторка была вот таких оранжевых каких-то оттенков. У меня вообще динамический экран блокировки. Каждый раз, когда разблокирую телефон, здесь разный цвет обоев. Я не хочу, чтобы вот, наверное, серые обои, у меня эти иконки становились серыми. Я всегда пользуюсь ими черными, поэтому эта функция мне неинтересна. Это вообще какая-то дичь. Ну, про конфиденциальность я вам сказал, что доступ к микрофонам, доступ к камере можно выключать. В принципе, это неплохо. Я с вами соглашусь. Следующий момент. Клавиатура Samsung. Типа она изменилась. То, что добавились эти эмоджи. Ну, вы видели, как это работает. Работает, если честно, так себе. Следующий момент. Что тут у нас еще имеется? Так, исправление текста. Вот эти все макеты. Какая-то фигня. Я этим даже и не пользовался. Даже и не заметил. Виджетами я тоже пользуюсь редко. Так что обзора от меня не ждите. Но в целом они стали закругленными уголками. Сдуреть нововведения. Может быть, добавились какие-то новые. Можно теперь заблокировать смартфон и выбирать источник звука, с которого будет играть музыка. Там телефон или наушники, блютуз или что у вас там. В камере изменен интерфейс. Немножечко улучшен Pro-режим. Добавлен, кстати, Pro-режим на широкоугольный модуль. Правда, у меня в Ultra еще есть два модуля, о которых все забыли. Ну да ладно. Так, теперь большее число настроек в галерее. Особенно если редактировать фотографии, чего я не заметил. Там и так был нормальный редактор. Тут тоже про этот редактор нам все рассказывается. Но это все и так прекрасно работало. Self-Emoji, по-моему, работает еще со времен Galaxy S10, если я не ошибаюсь. Так что все эти настройки для детей меня тоже не интересуют. Так, приложения, в которых я делюсь контентом. Вот это вот удобно. Да, я могу быстренько сделать скриншот. И им делиться действительно это хорошо. То есть, когда я жму на кнопочку поделиться, вот здесь у меня сразу там быстрая отправка. И всякие функции, их можно сортировать по порядку. Это мне будет удобно. Календарь. Тут есть какие-то изменения. Обновитесь, да посмотрите, если честно. Потому что там мне неинтересно. Обслуживание устройства. Ну-ка, стало каким-то новеньким. Давайте посмотрим. Я этого даже еще и не замечал. Я сюда захожу, знаете, как редко. Очень редко. Это не в этом пункте, значит. Это у нас вот здесь. Обслуживание устройства. О-о-о! Ну теперь вместо цифр смайлики. Вот это неплохо. Вижу довольный смайл. Понимаю, что все отлично. Ведь по цифрам я не мог понять, хорошо у меня все или плохо. Оперативка. Смотрите, что еще есть. Теперь я могу добавлять оперативную память из внутреннего хранилища. То есть у меня 12 гигов оперативки. И еще каким-то боком берется 4 гига из внутренней памяти в виртуальную оперативку. Су-чего, как это работает и как это будет сказываться, я не знаю. Скорее всего, какой-то маркетинг, потому что звучит как полная дичь. Ну да ладно, продолжим. Так, тут у нас уже, видите, все вылетело из памяти, потому что я все оптимизировал. Листаем заново, значит. NFC. Что у нас NFC? Работает нормально. Но оно всегда работает нормально. Это флагман, его даже проверять не надо. Сценарии Bixby стали получше. Можно сразу выбирать какие-то сценарии, которые вам интересны для управления. Используя телефоном одной кнопкой. Это удобно. Специальные возможности меня не интересуют, потому что я и так все прекрасно вижу. Но, видимо, тут есть какие-то изменения. Always On я не пользуюсь, потому что разряжает телефон. Экстренные ситуации это неплохо. Samsung Health обновился. Фитнес. Ну и в целом, по моим выводам, я сказал в начале.